всем приветики 5 марта пришла здороваться сюда к свиночкам потому что коля спит позакрывала все двери сегодня у меня в моем похудении меню все тоже я приготовила себе еду на несколько дней меню тоже кушать буду три раза порции те же 250 грамм за два дня вернее со вчерашнего по сегодняшний у меня ушло 600 грамм это такой бред это ушла вода но все равно приятно сейчас покажу на весах результат я фотографирую на телефон и надо наверное будет это делать и на камеру фотографировать чтобы мне постоянно не тыкать в телефон а показывать вам фоточки с камеры мне так удобнее так вот мой вчерашний вес 4 марта 67 900 и сегодня 5 марта 67 300 уже шандрахнула водички сейчас шандрахну клетчатки и потом папа жапа завтракаю кстати вчера вечером какой-то момент у меня был что я была недовольна своим ужином мало не наелась какое-то чувство голода потом как-то это чувство кого-то ушло попила чайку легла спать прям все нормально никакого голода ничего мы еще больше привыкаем это наши привычки там что-то поесть что-то перекусить что-то грызануть вот а тут поел походил все разрешила значит решила чувство голода было было потом куда-то улетучилась мной здорово выпустила голик завела машину и опять глазею в окошко не могу понять что за ситуация он мужику надо выезжать а поперек него стоит другая машина причем она стоит наверное из вечера застряла чую туда занесло то прям с обочины перекрыла две или три машины зачем так и там мужиков целый консилиум наверное как ее оттуда выдергивать странная ситуация а моя машина аж там далеко далеко возле магазин она завелась все хуй и все все хуй и все вчера тут трактор чистил вот до сюда во вчера я показывала а вот туда туда никто ничего не чистил да нет организатора нет организатора что-то там прыгаешь взяли бы скинулись денежкой автомобилисты наняли бы трактор я то скинуться могу да у меня нет знакомого трактора личного тоже нет ладно гуляйте а гуляйте а еда у вас есть на день вот это вот есть хватит вам не хватит не наверное надо добавить чуть-чуть раскидали все вода тоже есть бандит один бандит другой кстати юлечка с канала голуби мои любимые написала мне под каким-то видео что это у меня орел и решкой и это ведь верно потому что вот этот вот орел он ведет себя как орел а это вот резко ведет себя как девочка что у меня теперь ой чуть не упала стульца стульчика так что у меня у голубей теперь есть имена решка и орел гуляйте чё нападала за ночь и сейчас снова будет борьба со снегом все расчистила все выехала я не понимаю этих мужиков то чё такие бестолковые видят машина едет он идет прям по колее там не самая-самая каша уйди в сторону мне надо взять опять же тот же самый разгон он идет в очках смотрит на меня я за рулем он лыбится я буксую это чё вообще такое шагни шаг в сторону дать человеку проехать кое-как я выгребла с этой каши но уже кину вы даете я просто от вас шоке проехала подумала включила камеру нет мужики простите не все такие но есть исключение из правил и таких исключений очень много и вот еще ответ на вопрос почему у меня так много учеников по утрам я ответила в сообщении но думаю это может быть еще кому то интересно у нас так много учеников потому что у нас в этом районе автошкола в этом районе автодром и с утра наверно часов 7 утра потому что я когда училась было такое что мы 7 утра начинали ездить вот самого ранья все ученики на всех возможных машинах выезжают на учебу на свое и поэтому их много у меня на пути особенно те места где я проезжаю каждый день у них тут маршрут свой проложен я уже отсюда вижу туда куда мне ехать и нам всем зависла фура на подъеме но к счастью машины и объезжают есть где объехать ура а то бы чё делали там даже разворота нету задом сдавать стопи до разворот обратного он видите впереди знак только прямо либо направо ну тогда мы уедем куда-нибудь в аэропорт так этот решил по встречке обогнать ну давайте давайте так то место всем хватит молодец а кто-то я видел обижал с правой стороны ого тут расчистили то тут прям четыре полосы можно создать на ленинградке тоже чудо с фурами не то а видимо буксовали буксовали их развернула блин когда уже то виска придет ну надоело надоело снег весною такой вот занос и бедные машины бедные фуры она откуда регион 170 какой 177 что ли 178 москвичи питерцы не знаю кто конечно но не ребят жалко стоять буксовать терять время ужас конечно чудо впереди опять или едем или стоим но стоим а нет едем по правой стороне тут машина обезжают давай давай езжай не бойся места много сейчас будем еще мы тут буксовать очередной затор сбилась уже какую по счету я же не всегда камеру включаю что-то машины снова стали хорошо без 20 выехала пораньше на работу чтобы не опоздать хотя не факт что там впереди еще неизвестно а там у нас справа сейчас увидите машина улетела с белый автобус проедет авария он видите машина в сугробе и чего сзади трос хочу впереди еще одна машина стоит справа но она не разбитая ничего нормально я по крайней мере не вижу а вот сюда там перевернута завернута ничего не поняла что там было продолжаем движение она станет как продолжают поздравлять гляньте какие классные шоколадки какой классный дизайн опять же необычный подарок это как-то читала черный до шоколад горький горький шоколад и анютки тоже такая же спрятала на ее а вон она в уголке положила в уголок чтобы никто не уволок а он одинаковый у тебя фундук и у меня фундук вот так вот вот так вот нас уже поздравляют у нас ольга александровна бухгалтер в отпуске когда она уезжала и в понедельник дарили цветы на день рождения когда она уезжала на эти цветы оставила себя в кабинете мы их перенесли сюда чтобы нам самим полюбоваться и что самое интересное когда мне дарили розы они на второй или на третий день повесили свои головешки эти цветы стоят с первого числа с первого числа уже пять дней а я знаешь я думаю почему они так долго стоят потому что там прохладно у нее все таки днем тепло вечером прохладно может свежие привезли цветочки хорошие даже пахнут кстати они даже пахнут розами розы пахнут розами удивительное дело кошмар да за тюльпанами это сегодня пятое число и до 8 марта все у людей не достоят но если она уже она все то заранее если на это 300 рублей 11 штук это одна штука 30 рублей если покупать отдельно она сказала 100 рублей примерно один тюльпан стучит это он плохой для тюльпанов 100 рублей это дорого 30 рублей это дешево 50-70 рублей это как по мне это вот более-менее нормально это ну слушай ну и дарить же не только тюльпаны дарят мимозы вот я лучше мимозы подарили я обожаю мимозы они стоят и пахнут а можно чередовать там или можно там три тюльпана и мимозочки но я буду если мне подарили мимозами 100 тюльпан я была бы рада когда это все там чуть ли не дарались и не удавливались какой-то но видимо вывезли и дадут а не вы видимо вывезли люди увидели они еще свеженькие такие все на тюльпаны хватаем берем у нас жесть я не знаю даришь не столько много тюльпан может быть кому-то много женщин поздравить они хотят там взять а там до 11 штук ну это по три штучки поделить это вообще считаю ну по 100 рублей на человека на поздравить и две запасные так давай посмотрим не можешь писать стой писать схода войдем картинку повесим в туалете как картинка как пишет слово картинка я проведу сейчас картинка писать сидя или мне на чё-нибудь ну как-то вносами монетаза не знаю и он еще сопротивляется да он сопротивляется это типа не я только вон когда приходит у нас никто так из наших не делают напиши картинка писать сидя но вот писать сидя но я хотела бы что было написано не можешь писать стой писать сидя блин а то блин а он приходит а нам за ним вернее не нам но все равно ребята за ним полную и можно не знаете можно вот эту картинку распечатать на сверху и надпись отдельно сделать не можешь писать стоя сохраняю на рабочий стол если так нельзя отлично отлично ну что ж такое но как теперь сделать на и печатаю пока ты можешь писать стой писать так давай все блин ну противно зашла мне прям противно конечно тут же женщина ладо уже киплю в руку тут уже даже пацаны возмущать ладно бы у нас работал а то если бы на нас работал мальчишки боже на место поставили а тут заходи но и нормально интересно он поймет как ты думаешь дело в том что ему делали замечание и он что не видел что он творил гляньте что творится в ту сторону пробка женёк зашел сказал что они пойдут пешком домой но это меня не касается к счастью потому что мою сторону машины двигаются ужас интересно что там происходит то а я уже расстроилась думаю с двумя пересадками как добираться а не двигается все нормально и в ту сторону в мою так вообще хорошо двигаются вашу медленно но едут напугал потому что на настояли машины видим может час ну все хорошо дорога свободна машина рассосались может где авария какая-то была почему так долго стояли ну по крайней мере сейчас все нормалек кстати вчера было сидеть на моей диете немножко полегче трехразовое мое питание сегодня как-то немножко чувство голода меня так почаще беспокоило но потом я пила или чай или водичку снова про него забывала ничего такого мучительного нет и буду все все таки буду привыкать к такому режиму питания а тут то чего на кольском проспекте тоже машины еле едут да конечно мурманск замело этой весной куча аварий давайте вас пропускаю давайте да ну что я еще должна уговаривать что ли но правильно он авария вот авария вот и пробка даже не посмотрела мне спасибо сказали за пропускание или нет потом когда буду монтировать увижу пришла домой причем магазине я была ну хлеб то я не ем пришла здесь должен лежать колен батон его нет я покушала сейчас заварю себе чайку вот с такого вот одного шарика попью этого чайку и прогуляюсь в магазин за хлебом заливайся заливайся что-то еще хотела сказать или показать память вернись а сейчас покажу что я буду готовить но сейчас на завтрак на завтра какую-нибудь кашу себе заварганию без масла завариваемся и на ужин у меня совсем немножко осталось отварной курочки поэтому сейчас вот эти сердечки я уже их разморозила микроволновки потрубаю с них жир и просто отварю все сердечки с зеленью с чесночком сердца обезжирила это мне это барабака чайок заварился я уже открывала ой с какой стороны хочу вам показать гляньте там чего я думала там один цветочек а там их несколько сейчас я другой рукой вот вытащила гляньте большой желтый цветок и два цветка похожие на клевер но это не клевер такой классный аромат сейчас буду наслаждаться чайком и потом магазинчик ухты ухты кстати зашла солярий еще немножко позагорала хочется закрепить загар чуточку и трактор чистит там где я ставлю машину ту же дорожку вот лишь бы на мою стояночное место не накидал снега ладно сегодня буду стоять где стою а завтра если что возьму лопату и пойду себе там по расчищаю вернулась магазина купила батон купила еще кое-чего во первых это соевый соус затем я пользуюсь домашним томатом но иногда бывает надо томата совсем немножко я же не буду открывать целую банку вот этот отличный вариант отличный выход помидорка маленькая баночка стоит 35 рублей что ли сейчас скидка на него если не ошибаюсь слушайте посмотрела чек на чеке 50 рублей на ценнике было 30 чем-то ну вруны но обманщики ладно уже купила за 50 бы не стала брать потом увидела вот такую печень говяжью ее можно и мне есть когда худею коля тоже ее ест но есть не всегда и есть не по многу мне очень понравилась такая маленькая фасовочка вот все сейчас уберу морозилку сегодня готовить не буду но коли допустим на один раз приготовить достал кусок приготовил какое-то разнообразие в пище потом сыну купила у меня нет это себе буду варить потом я сейчас много стала пить чая гораздо больше чем раньше потому что перерывов между едой когда хочется есть я пью чай и у меня пропадает аппетит поэтому купила вот такой ни разу не пробовала улун с ароматом молока именно такой не пробовала во все луны пробовала затем вот такой вот это кто ты мне манга же да да вот такой вот с манга и такой чайный напиток с ромашкой сегодня на ночь еще надо что-то мне выпить этот чай я попью завтречка а заварю наверное попробую такой и купила перловочку а вот перловочку я сварю себе на завтрак так и у все списалась наташи завтра заеду к ней кстати наполнитель 50 рублей такой дешевый забрала последний в дикси и да списалась наташи завтра после работы поеду и отвезу подарочек 8 марта отменяет папулькина вернее от нас кули от папулькина баба передал она завтра свободно дуняшка приедет к ней заниматься английским дуняшку я тоже скорее всего завтра увижу поэтому такие дела сейчас сложу подарочки все поставлю возле выхода как я так обычно делаю чтобы ничего не забыть по утру про соня и все на сегодня буду прощаться всем пока всех люблю и конечно же до новых видео